Здравствуйте, зовут Алексей Дрисов, это программа «Здоровье». Сегодня мы поговорим о том, как никогда не заболеть работающим населением и деловым людям. Об этом он расскажет врач-отериноларинголог, кандидат медицинских наук Лапзов Михаил Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Как современный образ жизни сказывается на заболеваемости? Начнем с того, что все зависит от образа жизни современного человека. Как он следит за своим здоровьем? Занимается ли он физкультурой? Правильно ли он питается? Имеет ли он вредные привычки? Конечно, на здоровье человека оказывает влияние и экология, в особенности плохая экология, а также различные стрессы. На здоровье человека могут оказывать влияние вирусы различных штаммов, как вирусы простого гриппа, так и свиного и птичьего, которые уже внесли по всему миру огромное количество жизней, включая и Россию. Кроме того, в нашем городе в последнее время появились такие инфекции, которые не были характерны для нашего региона. Это, прежде всего, малярия, лихорадка западного Нила, крымская геморрагическая лихорадка. Если же мероприятия для защиты от вирусной инфекции уже разработаны, допустим, если мы применяем противовирусные препараты, иммуностимулирующие средства, защитные маски в период эпидемии, то риск заражения сводится к минимуму. То, во втором случае, профилактика еще не разработана. Человек не знает, когда и где он может заразиться. И поэтому мероприятия по профилактике остаются достаточно сложными и еще не разработанными. И поэтому каждому человеку в такой ситуации необходимо поддерживать свой иммунитет. Скажите, как поднять свой иммунитет и какие нашему организму необходимы дополнительные витамины? Тема иммунитета актуальна в любое время года, потому что в разное время нам грозят различные заболевания. И особенно весной, после перенесенной зимы, после перенесенных вирусных инфекций и гриппа, наш организм особенно ослаблен. И именно весной человеку требуется пища, богатая витаминами, как природными витаминами, содержащимися во фруктах и овощах, лимонах, мандаринах, апельсинах, бананах, луки, различной зелени. Также синтетических витаминов, которые выпускаются фармацевтической промышленностью. Например, таких как Центрум или Супрадин. Принимая одну капсулу таких витаминов, человек полностью обеспечивает себя суточным содержанием необходимых витаминов и микроэлементов. Кроме здоровой пищи, для поддержания иммунитета человеку требуется сбалансированный режим труда и отдыха. И в частности, здоровый сон, который должен продолжаться не менее 8 часов в сутки. Очень важно заниматься физкультурой и спортом, потому что физкультура не только укрепляет мышцы тела и поднимает тонус организма, но также укрепляет и иммунитет. И крайне важно избегать различных форм стресса, потому что стрессовая реакция является не только негативным формированием отрицательных эмоций, но и причиной различных соматических заболеваний, таких как сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и стрессовые реакции, также сильно отражаются на иммунитете. А какие еще факторы негативно воздействуют на здоровье? Экология оказывает сильнейшее влияние на организм человека, и загрязненная окружающая среда является одним из важных факторов подрыва иммунитета. Наш город Волгоград входит в десятку городов России с плохой и сложной экологической ситуацией. Потому что в Волгограде расположены такие крупные промышленные предприятия, как тракторный завод, как завод Красный Октябрь, химпром, каустик, алюминиевый завод, а также огромное количество автомобилей с их выхлопами. И поэтому в нашем городе повышается регистрация таких заболеваний, как аллергический ренит, бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, инфаркт, а также инсульт. Особенно это актуально для людей, которые работают на этих промышленных предприятиях. Если не заботиться о своем здоровье, не поддерживать свой иммунитет, то результаты будут, конечно, плачевными и даже трагическими. Михаил Сергеевич, а какое питание Вы считаете наиболее полезным при нашей экологии? Питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Оно должно содержать достаточное количество белков, жиров и углеводов. И, конечно, очень важно, мой Вам совет, именно кушать домашнюю пищу, больше питаться дома. И как можно меньше употреблять в пищу продуктов быстрого приготовления, такие как пюре или лапша быстрого приготовления, а также посещать различные фастфуды и предприятия быстрого питания. Вы знаете, американские ученые провели такое исследование, гастроэнтерологи. Они взяли две группы испытуемых. Одну группу испытуемых они кормили продуктами быстрого приготовления. И также давали им пищу из предприятий быстрого питания. А другая группа получала продукты, которые были приготовлены на настоящем растительном или оливковом масле. И через месяц у первой группы, которая получала продукты быстрого приготовления, появились признаки хронического гастрита. В то время как испытуемые из второй группы оставались полностью здоровыми. Конечно, питание имеет очень большое значение, потому что от него прежде всего зависит состояние иммунитета. И еще бы я хотел остановиться на раздельном питании. То есть, если мы употребляем в пищу мясо, то лучше употреблять его с овощами и не с углеводами. Как можно меньше употреблять острую пищу или копченую, или слишком соленую. А как вы поддержите свое здоровье, свой иммунитет и здоровье вашей семьи? Я как врач также стараюсь удивлять внимание своему здоровью, поддерживать его на должном уровне и уделяю достаточного внимания продуктам питания, которые я покупаю в магазинах или на рынках. Я также употребляю в пищу фрукты и овощи, богатые витаминами. Также пищу с достаточным содержанием белков, жиров и углеводов. Но также я уделяю внимание рациональному режиму труда и отдыха. Стараюсь спать не меньше 8-9 часов, посещать спортивные мероприятия. Я люблю ходить в фитнес-залы, заниматься плаванием, посещаю плавательные бассейны и не имею вредных привычек. Я отказался от алкоголя, не курю. И стараюсь правильно относиться к стрессам, поддерживать ровные отношения с людьми, с администрацией и с пациентами. Спасибо большое, Михаил Сергеевич. А с нами был врач высшей категории Лобзов Михаил Сергеевич. Смотрите наши программы, не болейте и берегите себя. Алексей Дрисов, Алексей Литинов, Волгоградское деловое телевидение.